Россия отправила в Китай рекордный объем золота. ЦБ объяснил, кому можно вывозить за рубеж больше 10 тысяч долларов. Возможное банкротство криптоброкера Генезис. Путин увеличил налогообложение нефтегазовых компаний с 2023 по 2025 годы. Россия перевыполняет план по росту показателя продолжительности жизни. Продажи электромобилей в России выросли на 34%. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Всем бодрого начала дня. И давайте начнем с графиков. Российский рынок в общем-то ничего особо интересного. Возле показателя 2200 пунктов замер. И все ждут что же дальше. Когда появится какой-нибудь позитив или яркий негатив. А вот Америка отрастает не спеша. Назло тем кто ждет краха Америки. Но пока вот не спешит этот крах настать. Нефть пошла вниз. И это как раз так внушает некоторые опасения. Поскольку это негатив и для российских нефтегазовых компаний. И для страны в целом. Поскольку это естественно влияет на доходы России. Доллар замер около 60 рублей уже довольно давно. Ничего интересного не происходит. Ну а биткоин после того как обвалился ближе к 16 тысячам. Теперь вот замер на уровне этого самого плато. И небольшой анонс. У нас уже послезавтра в эти выходные стартует живой семинар. Секреты инвестирования в недвижимость. В Москве есть его онлайн версия. Кто хотел в этом вопросе разобраться. Под видео ссылка с деталями. Приходите там все свои наработки и секреты. В этой теме рассказываю. Итак давайте перейдем к новостям. Новости о потолке цен на нефть. Минфин США выпустил две генеральные лицензии. Которые регулируют ограничительные меры. Против российского нефтяного сектора. И в общем-то ценовой потолок не будет вводиться на нефть. Которая прошла существенную переработку за пределами России. То есть достаточно будет эту нефть вывести куда-то. Еще в Турцию, Казахстан, иные страны. И там собственно из нее русский антидемократический дух испаряется. И она становится вполне себе привержена демократическим ценностям. И нормально можно ее употреблять. Кроме того в другом документе указано. Что США и их союзники не будут включать в предельную цену на нефть. И расходы на ее транспортировку и услуги страхования. Так что теперь без проблем цена в договорах на баррель нефти будет 1 доллар. А транспортировка стоит 200 долларов. И все и все довольны. Или еще вариант. Купи спичку, получи баррель нефти в подарок. И в общем все проблемы оказались решены. Ну как многие ожидали. Вот то же самое касается поставки нефти из проекта Сахалин-2 в Японию. Там разрешили перевозки нефти до сентября 2023 года. А кроме того еще и сделали переходный период на потолок 45 дней. То есть вдруг зима окажется холодной. И там можно будет что-то подправить. В общем как многие ожидали, что вот эти потолки цен на нефть, они вроде как введены. Но эти потолки очень размытые. И если что не так, то их можно довольно легко обойти. Поскольку никто не хочет энергетического коллапса в своей стране. Поэтому в общем-то эти барьеры оказались не очень-то и барьерами. Ну а наши собственно власти заявляют, что позиция России по ценовому потолку не изменилась. И Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые присоединятся к механизму ценового потолка. Так что в общем-то этот потолок будет очень такой вариабельной вещью видимо. Россия отправила в Китай рекордный объем золота. Поставили 2 тонны золота на 124 миллиона долларов. Это рекорд как минимум с 2016 года. Но все равно для Китая это не так уж и много. Основные поставщики это Швейцария и Канада. Ну а Россия ищет рынки сбыток. Куда же в общем-то доллар, прошу прощения золото можно сбывать в текущий момент. А вот наоборот экспорт товаров из Китая в Россию за 9 месяцев 2022 года вырос на 13%. И прежде всего Россия внушительно нарастила закупки в Китае экскаваторов, грузовиков и резиновых шин. Так что если есть у вас мечта грузить экскаваторами в грузовики и резиновые шины, у вас для этого все есть в наличии. Хорошая новость. Но вот поставки смартфонов и компьютеров, например, из Китая наоборот отстают от прошлогодних уровней. ЦБ объяснил, кому можно вывозить за рубеж наличку свыше 10 тысяч долларов. Ответ почти никому, только банкам, которые могут собственно изъятые из обращения денежные знаки вывозить, в том числе поврежденные. А физлица так и по-прежнему не могут нал особо вывозить. Поэтому осваиваем крипту всем, кому надо как-то с валютой обращаться. Интересный опрос от Morning Consult. Думаете ли вы, что ваша страна в целом на правильном пути? Давайте я вам задам этот вопрос. Напишите в комментариях. Думаете ли вы, что ваша страна, ну у всех разная страна у наших зрителей может быть, что ваша страна на правильном пути? Напишите, интересно ваше мнение знать. Мы выведем диаграммки, как кто ответил. Оказалось, что среди 22 стран, в которых проводилось исследование, более всего довольны вектором развития страны Швейцарии, Индии и Мексико. В Индии настроение портилось только в 21 году из-за ковида. Меньше всего уверены в курсе своей страны в Польше, Великобритании и Бельгии. И России почему-то в этом рейтинге вообще нет. Видимо наши граждане на этот вопрос отвечали, с какой целью интересуетесь и только не выкладывайте это все дело в интернет. Ну а данные такого опроса от ВЦИОМ скорее всего показывали, что 119% граждан в целом считают, что страна находится на правильном пути. И в общем-то все здесь понятно и как положено. Bloomberg сообщил о возможности банкротства криптоброкера Генезис. Вот еще один удар по крипторынку. Компания в последние несколько дней ищет минимум 1 миллиард долларов нового капитала, чтобы спасти свой бизнес. После краха биржи FTX оказалось, что у них там заморожено 175 миллионов. Ну и судя по всему, пока крипта в общем-то не планирует начинать бычий цикл. Скорее наоборот, чтобы сегодня быть успешным криптоинвестором, нужно предварительно освоить техники релаксации и успокоения. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что рост мировой экономики замедлится в 2023 году до 2%, а еврозоны до 0,5%. И от продолжительной нехватки газа в Европе, Европа, ВВП еврозоны может снизиться, если дефицит будет носить более острый характер. Ну и также, если у европейских компаний не будет ресурсов, то эти самые компании будут там, где есть ресурсы. В общем, подозреваю, что если в еврозоне будет дефицит этих самых ресурсов энергетических, то многие компании с этой зоны откинутся на свободу в США и азиатские страны. Путин увеличил налогообложение нефтегазовых компаний в 2023-2025 году. У Газпрому будут изымать по 50 миллиардов ежемесячно. Салют всем любителям дивидендов от Газпрома. Теперь ждать будет не столь позитивно этого дела. Корректировка НДПИ на природный газ. Повышается налог на прибыль экспортеров с жиженного природного газа. Увеличивается НДПИ для поставщиков угля. Повышается налоговая нагрузка на нефтедобывающие организации. В общем, деньги заканчиваются. Государство ищет источники финансирования дефицита. Как вы знаете, в следующем году бюджет будет с дефицитом. Довольно существенным, скорее всего. Ищут точки, откуда это взять. На святое решили не покушаться. Яхты и дворцы не продавать. Но вот нефтегазовые компании будут трясти. Поэтому щедрых дивидендов, вероятно, нам ждать вряд ли стоит с вами. Более 70% россиян никогда не обращались к психологу. Даже не знаю, хорошая новость это или нет. Но вот опрос сайта здоровья от Mail.ru показал, что вот так вот. Но те, кто прибегал к помощи психологов, чаще всего обращались разово для решения конкретного вопроса. Вопрос решили и в общем-то все. Психологи больше не нужны. Хотя с текущими обстановками, которые в последнее время происходят, в этом году особенно, наверняка спрос на услуги психологов подрос. Если вы в этой индустрии напишите, вот как вы наблюдаете это или нет. А вот давайте к положительным новостям. В России, оказывается, перевыполняется план по росту показателя продолжительности жизни к концу 22-го года. По словам главы Минздрава, этот показатель в стране вернулся к допандемийным значениям. Средняя продолжительность жизни 73,4 года. Это средняя между мужчинами и женщинами. При этом по итогам этого года, прошлого года, в конце 21-го, продолжительность жизни в России снизилась до 70,1 года. Из-за пандемии. Но вот сейчас обратно подскочила почти на 3,5 года. И вырос показатель жизни. Наверное, нехорошо так говорить, но возможно кто-то воскрес. Но резко выросла продолжительность жизни. Поэтому порадуемся за то, что стали дольше жить. И согласно национальным целям развития к 2030 году, показатель продолжительности жизни должен быть 78 лет. Сейчас надо правильно вывести формулу, которая, собственно, к этому делу приведет. Но и будем жить долго и счастливо. ЦБ установил ограничение на выдачу необеспеченных потреб кредитов. В 2023 году доля предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, если долговая нагрузка, доля кредитов будет ограничена 25% от общего объема кредитования. Необеспеченных потреб кредитов. В начале ноября спрос на розничные кредиты среди россиян резко увеличился на 27%. Видимо, Дедушка Мороз сейчас получит много писем от россиян с просьбой простить предновогодние кредиты. Но в целом, конечно, предновогодний ажиотаж. Это время необдуманных часто импульсивных покупок. Понятно, что хочется порадовать себя под Новый год. Но рекомендую для всех, кто стремится все-таки финансово более дисциплинированно себя вести, составить план покупок. Это убережет, может уберечь от слишком импульсивных трат, которые в мгновение вроде бы порадуют. Но зато потом целый год приходится, а то и несколько лет расплачиваться за импульсивную покупку. Такое, по крайней мере, я вижу это очень и очень часто. Мне просто много поступает писем самых разных, в разных каналах. И когда я вижу массу людей, которые залазят в кредиты, просто не подумав. И потом долго-долго мучительно из этих кредитных ям вылазят. Поэтому просто стремлюсь предупредить об этом деле. В Минпросвещении нашли важную точку развития отечественного школьного образования. Они привели опрос, который показал им, что 81% россиян за введение школьной формы. Этого не хватает для того, чтобы было качественное образование в России. И нужно заставить всех вернуть школьную форму и будет всем счастье. Как вы считаете, необходима ли школьная форма? Тут, конечно, вопрос, где они проводили свой опрос. Это как опрос в интернет показал, что 100% пользователей пользуются интернетом. То же самое и некоторые опросы, которые проводятся в частности Минпросвещения. Как вы считаете, нужна ли школьная форма в обязательном порядке? Вот я все, что государство пытается сделать в обязательном порядке, сразу у меня такая-то, знаете, это должно красной лампочкой подсвечиваться. Давайте-ка это проверять. Попробовать, по крайней мере, проверить. Потому что нередко это лоббирование. Например, кто-то замминистра чего-нибудь приобрел ткацкую фабрику, которая шьет школьную форму. Ну и, естественно, под это дело надо провести закон, который обязует всех шить и использовать школьную форму. Ну, не обязательно так, но всегда, когда государство пытается заставить всех ходить по линейке в какую-то сторону, это я отношусь к этому делу с большим опасением и сомнением. А вот интересная новость об отъезде наших граждан за рубеж. Оказывается, информация Forbes об отъезде из России 700 тысяч, теряя одного миллиона человек, не соответствует действительности. По крайней мере, вот другие исследования и анализ показывают, что это так. Может быть, они тоже недостоверные, но мне нередко про это пишут. Вот даже недавно выходил очень подробный ролик такой у меня. Почти час я рассказывал о моем отношении к инвестициям в недвижимость в текущей ситуации. На что мне писали? Николай, вы ничего в жизни не понимаете. Два миллиона человек уехало за границу. Но встает вопрос, откуда у вас эта цифра два миллиона? Я не за то, что это правда или нет, но всегда на что вы опираетесь. Нередко это просто, вот знаете, кто-то ляпнул просто два миллиона. Почему? Ну вот, потому что я увидел это в какой-то газете. А оттуда откуда информация? Ну а там корреспондент просто услышал где-то краем уха и вписал это. И вот пошел слух про два миллиона. Ну вот, откуда данные, оказывается, обратили внимание на данные мобильных операторов. И вот их показания подтверждают, что отъезд из России значительно меньшего числа людей, около 200 тысяч. То есть они уехали, но потом вернулись, видимо, многие. Опять же, может быть и врут данные этого, но вполне возможно, что это действительно более корректная цифра, что существенная часть из тех, кто уехал и вернулась. Не буду спорить, и тот, кто абсолютно уверен, что уехал не менее двух миллионов, оставайтесь при своих. Но я подозреваю, что вот это более близко к реальности, чем один миллион, который уехал навсегда. Продажи электромобилей в России выросли на 34%. Это больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Лидером продаж, несмотря ни на что, стала Tesla, на которую приходится 39% продаж. Так что в ближайшее время на отечественных китайских москвичах попробуем догнать Tesla. Так, глядишь, Прохоров и чертеж ее мобиля достанет с пылившихся антресолей. И возродим отечественные автомобилестроения уже в виде электрокаров, москвич и других моделей. Ну что же, друзья, на этом от меня на сегодня все. Всем удачи. Напомню, на этих выходных можем встретиться с вами вживую, кому актуальна тема инвестиций в недвижимость. Если вы уже готовы и подошли к тому уровню, что вы замахиваетесь на инвестиции в несколько миллионов рублей. Для московского региона в регионах часто 1-2 миллиона рублей уже достаточно. Но если пока не готовы, начните с того, что изучите кейсы. У меня на YouTube канале есть разбор уже около сотни самых разных кейсов с разных регионов, разных ситуаций, с ошибками, проблемами, положительными сторонами. Посмотрите, это будет очень полезно для вас. Под видео дам ссылку и на семинар, и на разбор кейсов. Изучите, это доступно кейсы в открытом доступе. Всем удачи. С вами был Николай Мрачковский.